приветствую всех друзья на канале эрзон game и сегодня у нас на обзоре проект который называется прямо по названию сборки union rp проект открылся совсем недавно открывался с трудом через несколько попыток но на данный момент он в онлайне хотя сегодня я увидел объявление что он опять закрылся хотя администрация утверждает что это ненадолго и в скором времени остров вновь откроется и будет доступен для игроков давайте посмотрим что же это за проект ну и наверное в самом начале надо уточнить что данный проект находится в роли play направлений и построен на базе игры арма 3 вот так вот выглядит его начальное меню заставочка далее же переходим к карте а вот внешний вид карты меня немножко расстраивает потому как мы видим но очень-очень старый действительно юнионский как и называется проект иконки карта выглядит очень старый и уже вот на первых минутах посещения этого проекта у меня складывается такое впечатление что это я уже видел причем видел и видимо я это уже снимал может быть играл но у меня такое стойкое чувство дежавю что я это уже где-то видел и да действительно как только я зашел на карту вот кстати точка появления я сразу же понял что это действительно я уже видел и видимо снимал я вернулся на наверное семь или восемь месяцев назад и прокрутил свои видео которые я снимал в то время и да действительно это же сборка стояла на таком проекте как майами virtual далее по моему до сих пор стоит на фатуме но я не уверен но у меня четко дежавю что я это уже видел я это снимала я здесь был поэтому сборочка ну достаточно древняя и в общем то я думаю что удивить она меня точно ничем не сможет так как я это все уже видел 8 9 месяцев назад и вот тут я может быть даже впервые столкнулся с тем что я не знаю а что мне комментировать по поводу вновь открывшегося проекта вот открылся проект но тут стоит такой вот прямо ощутимый запах нафталина я это все видел уже неоднократно и вот даже покупка лицензии видите на каком расстоянии да я это тоже самое и говорил на тех проектах даже экономика здесь не поменена все один в один вот как на тех проект которые я перечислил до заменен немножко автотранспорт но это уже действительно дело такое сугубо индивидуально каждый владелец данного проекта но верни данного такого же схожего проекта а это вот тот самый проект про который говорят клон но это действительно клон вот прямо к склонированный клон больше мне нечего даже и добавить то да очень много транспорта мотоциклы там тому подобное но вот говорить об этом проекте мне даже и нечего очень бы хотелось я всегда хожу по новым проектам пытаюсь как-то показать людям что вот открылась такой-то проект открылся такой-то проект а вот здесь я что-то столкнулся с тем что я даже не знаю что мне и говорить то я уже это показывал неоднократно но как минимум три раза в моих видео фигурирует вот это вот сборка причем действительно вот она практически один в один давно минимальные изменения где-то убрана пальма где-то поменены текстуры дорог в общем то они меняются сразу на всей карте поэтому это даже но не индивидуальная штука то не знаю вот действительно уперся вот в такое вот в такое положение вернее нахожу что даже не знаю вот что и говорить комментировать машины которые сейчас кстати прокручиваю очень быстро но этим тоже я вас вряд ли удивлю все что здесь представлено мы можем увидеть ну на любом наверное проекте если там не ленивые администраторы что-то себе хоть какой-то транспорт накачал каких-то уникальных уж мега уникальных машин мы тоже здесь вряд ли увидим а почему к машинам больше не будем возвращаться но я вспомнил что на тех проекта которые я снимал был магазин под названием поясни за шмот так вот этот магазин поясни за шмот и есть естественно и в этой сборке даже не поменено название он как переходит из рук в руки одного владельца в другому так он здесь есть магазин прикольный я еще и на видео на своих говорил что да на самом деле я вот только на этой сборке видел вот такой вот магазин где вот эти вот цацкие украшения можно покупать отдельно обычно они интегрированы в какой-то скин ты покупаешь там скин себе адидасовского костюма и на ней уже прорисована какая-то цепочка там или еще что-то а здесь это можно покупать отдельно часы какие-то там платки на голову цепи кольца очки там ну все это здесь выведено отдельно и продается все в отдельном ты можешь купить деловой костюм и сверху на него нацепить например какую-то цепь золотую или серебряную а можешь подобрать себе костюм гопника и тоже на него напялить какие-то цепочки часы там ну в общем подобрать себе свой такой вот антураж какую-то свою харизму создать ну а больше то на этом проекте мне показать и нечего такого чтобы можно было удивиться или что-то такое уникальное чего нет на других проектах наверное я здесь показать не смогу все очень стандартно это такой я бы сказал классическая классическая сборка для того чтобы зайти пофармить провести там не знаю минут 20 на проекте может быть с кем-то потрещать если есть онлайн ну а так вот какого-то интересного функционала на этом проекте нету вот перед вами сейчас авиатранспорт то же самое вот но ничем я вас здесь удивить не смогу все очень стоково очень стандартно этого мне иркутс 38 где там в порядка 15 видов и летной техники нет здесь вот тоже все все очень сухо и стандартно на своих обзорах я говорил про эту сборку что она очень теплая и атмосферная и это действительно так все точки переработки все точки добычи здесь сделаны очень и очень красиво карта но это обычный altis обычный altis ничего здесь интересного нету единственный вот это действительно точки которые вот ну здесь я еще своих обзорах говорил что рука автора добралась и все точки добычи переработки здесь конечно же выглядит очень симпатично но это уже старо очень старо это я показывал 9 месяцев назад и на тот момент эта сборка уже была ну так скажем старая она отличается тем кстати что вот на этой сборке очень много вот таких вот милитаризированных баз вас действительно очень много вот на карте вы сейчас это можете увидеть какие там базы как они выглядят вы в общем то сможете посмотреть вот по этой вот ссылочке это проект virtual это та же самая сборка и там я все показывал подробно ну а здесь останавливаться на этом я не вижу никакого смысла проект открытый правда сейчас на данный момент опять закрылся почему-то но в принципе он в онлайне если смысл был открывать вот подобную сборку если хотите узнать мое мнение то я считаю что нет игрока современного игрока вот такой вот сборкой вот такими вот старыми иконками ну наверное вы уже не привлечете я не знаю я хочу ошибаться действительно я всегда с уважением отношусь к авторам любых проектов потому что все таки люди заморочились хоть какие-то силы и средства были вложены поэтому говорить просто что вот ну зачем это сделали да ну нахрен закрывайтесь я не люблю я всегда захожу на новый проект и попытаюсь показать что то что может привлечь ваше внимание но здесь действительно мне нечего показывать я это уже показывал как минимум три раза поэтому если хотите зайдите сами посмотрите пощупайте и вот совсем недавно я показывал проект который открыт и в онлайне уже два года два года стабильно он каждый месяц находится в онлайне заходите и играйте сборка другая но там примерно то же самое тоже никакого функционала все очень классические сторон ну два года два года она не обновляется эта сборка вот как ее поставили так она и стоит до сих пор если кому интересно вот ссылочка посмотрите на этот проект правда почему-то по крайней мере у меня он открывается только в 360 хотя снимал я его в hd но в hd он у меня по крайней мере не открывается проект но чтобы увидеть что-то можно посмотреть и так так вот на том проекте которому уже два года нету ни одного человека а он принципе по функционалу равен этому может быть там чуть чуть больше каких-то своих нюансов так вот он не популярен там никого нету я очень надеюсь что сюда кто-нибудь зайдет и здесь будет онлайн я на это надеюсь так что если кому-то понравился обзор заходите играйте пробуйте себе может быть вам это понравится ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго и